Доброго времени суток, с вами канал Зяблик и мы продолжаем играть в Скайрим. Так, на чём же опять фризит? Галяк какой-то, галяк. Не знаю из-за чего фризит, надо будет это выяснить. Фризы продолжаются, игры начинаются. Так, что у нас за... А, отнесите драконий камень тому подозрительному чуваку в капюшоне, как я его называю, потому что я не помню, он светлый эльф или тёмный эльф. Память подводит, но ничего. И опять долгие переходы через локацию, не знаю с чем связано, надо будет это всё выяснить. Но первую серию в Скайрим я снимал нормально, переходил всё быстро, а сейчас вот такие вот долгие переходы. Я вот подумал, дополнение на Скайрим, то есть DLS, DLC ещё их называют. Дай-ка угадаю, кто-то украл твой сладкий рулет. Я чё-то не понял. Ну да, они нужны, но нет. Субтитры, общий субтитры, общий субтитры убрать. Ладно. Общий субтитры тоже поставим. Мой рулет. Ну, может быть. Так, где он? А, вот там. Мышник Ярл пришли, мы пришли сюда. Он же сделает нас. Видишь? Терминология явно времён первой эры. А, драконий камень из храма Ветреного Пика. Он у тебя. Ты из другого теста, чем все эти дуболомы, которых мне присылает Ярл. Здесь твоя работа заканчивается, а моя начинается. Работа ума, которую, увы, недооценивают в Скайриме. Моя коллега будет рада увидеть твою находку. Это она обнаружила её местоположение, но даже мне не говорит, каким образом. Выходит, твоя информация всё-таки оказалась правдой. И нашему другу выпала честь добыть её для нас. Значит, это из Кургана на Ветреном Пике? Неплохо. Когда всё расшифруете, пришлите мне копию. Фаренгард, ты нам нужен. Неподалёку видели дракона. Ты там тоже понадобишься. Дельфина? Стоп. Не буду спилерить, но я понял, кто это. Где его видели? Что он делал? Я просто, когда я первый раз играл, я играл без... Без субтитров, и я не знал, кто это говорит. Я хочу послушать об этом драконе. Если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Да сможем, всё хорошо будет. Где-то его одной своей... Правой... Правой, да, будет. А чё он в сундуке? Или этот всё забирал? А не золотишко. Так, F5 клацнем и идём дальше. Не сейчас. Давай, пойдём дальше. Итак, Аэрилет мне сказала, что ты был в западной дозорной башне. Да, мой господин. Расскажи ему то, что ты говорил мне про дракона. А, ну да. Он летел с юга, очень быстро. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался так быстро. И что было дальше? Он напал на дозорную башню? Нет, господин. Когда я убежал оттуда, он летал над ней кругами. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется за мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни немного. Ты это заслужил. Аэрилет, собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени на церемонии, друг мой. Мне опять нужна твоя помощь. Я прошу тебя пойти с Эрилет и помочь ей в битве с драконом. Тебе удалось пережить Хелген, так что у тебя больше опыта в этом деле, чем у других. Я не забыл, что тебе удалось добыть для Фаренгара драконий камень. В знак моего благоволения я разрешаю тебе приобретать дома в городе и уже отдал соответствующее распоряжение о Вениче. Спасибо. И пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Мне бы тоже стоило пойти. Сыромятные спаги. Я очень... Электроэнергии. А. Ну-ка, сыромят. Уличие сопротивления электричества на 30. Слушай, они прикольные, но я лучше их надам. Ты хочешь посмотреть на этого дракона? Нет. Вами обоими я рисковать не могу. Без тебя здесь не обойтись. Ищи способы, как нам защитить город от драконов. Так точно. Че, пошли? Я тебя найду у стражевой башни, когда остались... Я посылаю тебя ни на смерть и ни за славой. Мне надо знать, с чем мы имеем дело. Не тревожьтесь, господин. Я буду воплощением осторожности. Воплощение осторожности. Так, лук. Лук у меня какой. Огорочение. Завидую. Увидеть дракона так близко. Да ничего, ты их еще навидаешься. Как и я тоже. Все еще впереди. Клетки. Клетки. Как я люблю взламывать клетки. Самое главное, это вот мышка X7. Потому что, когда ты играешь в Скайрим, взламываешь замки там на сложности мастер. Так вот ставишь на самую маленькую эту чувствительность мыши. И просто так вот потихонечку... Как маленькая стука мышечка. Вот так вот двигаешь и открываешь. Это все хорошо будет и легко. Они отнимают у нас нашу веру. А что за... Что? Эльбер займут ваши дома. Лежат вас достатка. Я знаю, что честь твоей семьи важна для тебя. Но мы просто не можем себе этого позволить. Сапфир не нравится, что я слишком много времени трачу на поиски отцовского меча. А, понял. Он кормил всю семью на золото, которое зарабатывал этим клинком. Я не позволю такой реликвии пылиться среди трофеев какого-то вора. Ну давай, я тебе помогу. Я знаю, что он у шайки бандитов, что орудуют поблизости. Но я не опрометчив. Нужно обращаться к страже Вайтрана или к соратникам, чтобы добыть меч. Не знаю, зачем я это говорю, но если ты найдешь его, я буду тебе благодарен. Кстати, я же забыл еще это. Я могу тебя кое-чему научить. Так, у меня есть... Давай, поучимся. А, потрачу все деньги. Вот, одноручное оружие нужно сразу же уничтожить. Я не знаю, сколько недель искал лот. И сразу же левел ап. Так, еще здоровье поднимем. Будем по такой тактике качаться. Идут тяжелое блокирование одноручное, двуручное. Двуручное, одноручная стрельба. Одноручная, вот. Нет, стоп, стрельба. Нас еще нельзя, да? Можно, нет, нельзя. Нам прокачаем легкую броню. Класс легкую броню увеличивается на 20%. Класс легкую броню рядом. Полный комплект легких успехов. Так, ф5, погнали. Сын битвы, отдавай свои деньги. Я... у меня нет денег. Гони пять септимов. Не весело, когда все тебя гоняют, почем зря. Как тут развлекаются дети? Ну, раньше ночью я пробирался во двор к серым гривам и пытался опрокинуть большого быка. Как-то мы с Милой забрались на крышу драконьего предела в поисках птичьих гнезд. Но я больше так не развлекаюсь. Отец меня вечно ловит и устраивает взбучку. Ну и правильно. Мне еще глазить по крыше. Завтра десять септимов мелкий сын битвы, а то раз к вашу тебе нос разобью пупу в нашу блин. Пупу и баба. Вы можете называть себя нордами, если сбежите от чудовища, или вы оставите меня с ним один на один. Нам всем конец. Мы сейчас накануне только наша честь. Только подумайте. Это первый дракон, который появился в Скайриме за много веков. Боже, она не хочет со мной говорить. Убив его, мы прославимся. Если вы со мной, конечно. Так что скажете? Пойдем и... Надо, кстати, убрать пока что-то. Пойдем дракона? Да! Так точно! Пойду-ка я лучше сразу же в башню, а то не скучно. Пойдем. Опять этот шлемак. Что это за вырезы такие? В облаке ниже уха. Предвестник соратников. Кодлок, белая грива. Нам нужно к нему. Пойдем с городов опасно. Там, там, ветровой ловушке машины горя. Уже прячешься там, тварь. Здесь, где-то клыки видят. Клыки на шлем. Может быть, они что-то обозначают. Где-то шлем где-то видел? Там что-то было написано про знак леди. Знак леди, я... Неплохой знак, то есть он регенерацию увеличивает всего. Как и еда тоже. Да как и отдых. Отдых, вроде бы, тоже увеличивает регенерацию. Побежим сразу же к тавру. К тавру, блин, к башне. Ну, извиняюсь, что... Нас, мак, прихватил жестко. Но, ничего. Мы через такое проходили. Даже при температуре, там, в 38 гонял. Ну, нет. Насморк, не помеха. Ну, только говорить могу поменьше. И... Ах, не так, а чё... А, вот она, башня. Дракон, типа, напал, всё спепелел. Блин, теперь жить, когда они ещё подойдут. Знаете, я начну записи, когда они уже подойдут. Ага, нежданно-негаданно, вот и дракон. Здравствуй. Мирму-ми. Мирму-ми, я уничтожу тебя. Так, а как вообще отсюда спуститься? Я помню, где-то он тут спускался, и в 5. Сейчас мы спрыгнем на фиг с этой башней, куда-то сражаться. Мирму-ми. Хаба, и всё, мы внизу. Мирму-ми вернулся. Иди поначалу как-то драконов сложно валить, потом всё как на изи. Что ты тут летаешь? Что ты тут летаешь? Скажи, пожалуйста. Ну давай, приземлись. Даже не потеешь? Ну, да, изи катка. Я с тобой полностью согласен. Железный стрелок. Блин, он летает постоянно. Мне не очень нравится этот стрелок. Первый дракон. Чё с тобой? Чё ты светишься? Чё ты светишься? Дури духи. Чё ты там про Савангарты говорила? Ты! Бочко. Чё я вообще считаю? Слоу-поч. Он, кстати, первый дракон. Как по мне, он самый сложный. Рив. Хьюза. Нет. Он не сложный сам по себе. Он просто дамажит тут что-то слишком нафига. О, стражник мёртвый. Отлично. Молодец, дракон. Сейчас поднимем с него что-нибудь. Кого там тухи-дури? Всё, последний. Кого-нинг! Нет! Надо убедиться, что этот ящер перерос. Охотничий лук. А мне какой-нибудь покручил лук. Это я тоже помню. Лёгкая стража. Броня стражника Вайтрана. Я лучше броню стражника Вайтрана, что ли, один? Амулет Талоса, время между криками. Чувак, где ты это нашёл? Почему ты это с собой носил и мне не сказал? Действительно сдох. Здравствуй, дракон. Аметисты, драконьи кости, драконьи чешуя, золото, стрелы, Вайтранская хрень. Так, я сразу же хочу. Да, у меня древний норс-килл. Одежда, вот. Меховая сапоги не то. Скрытность повышается. Время между криками мне как-то не очень. То есть я не сильно. Шлем стражника Вайтрана. Лёгкий. Давайте я оденем его. Будем пока что типа Вайтрановцы. Мне имперская броня не очень нравится. Как-то вот не идёт. Вот так вот скажу. Не идёт мне эта бронь. Все, я теперь Вайтранский. О боже, что происходит? О нет. Я поглотил. Кто? Что ты сказал? Газель Крик. Сейчас всё будет. Безпор... Пока что крик будет. Фуус! Фуус! И всё. Фуус! И никакой не руда. Просто не могу поверить. Ты... Двакин. Кто такой? Что вообще? В самых древних сказаниях о временах, когда в Скайриме ещё обитали драконы, драконорождённые убивали их и крали их силу. Это и произошло, не так ли? Тебе удалось поглотить силу дракона? Да это вообще мимом пробегало, а вы тут дерётесь и пац, у меня он вселился, бред какой-то. Что ж, теперь ты можешь кричать. Раньше ведь не получалось. Да нет, раньше не получалось. Ты из драконорождённых. Я раньше не умел кричать и говорить тоже не умел. Да и до сих пор, если честно, говорить не умею. Да и до сих пор, если честно, мне дед рассказывал про Двакину. Это те, кто рождается с кровью драконов и живых, как сам Тайбер Септим. Что-то не припомню, чтобы Тайбер Септим убивал драконов. Да не было тогда никаких драконов без Талач. Они только сейчас появились в первый раз за... за целую вечность. Так, депа... Скиарл Балгов. Но в древних легендах говорится о Двакинах. Ну всё, мне не очень интересно с вами говорить. Кстати, почему мне драконий предел не изведан? Чё за прет? Не могу телепортироваться в драконий предел. До сих пор неизвестно, кто построил небесную кузницу, вне курица оружие соратников. Её привело к созданию Йорваскара в появлении соратников. То есть, небесная кузница была предвестником соратников? То есть Йорваскара, там соратники. Чё-то я не понял прикола. Ну, допустим так. Небесная кузница, кстати, небесная курица... Фу! Небесная кузница, в ней курица всё. Она сразу же просто. Самая чёткая такая кузница. А нет, ещё же есть какая-то кузница. Не помню какая. Да, я и не помню. А, скорее, мы известны так же, как старые, что-то там не успел... Ага, вот они её. Что тебе нужно? Женщину? Она не отсюда. Редгардка, как и мы. Она наверняка живёт под чужим именем. Мы заплатим за любые сведения оттока для найти. Мы только не узнаем её. Если узнаешь, где она, отыщи нас в Рорик, стаде. Удалось ли что-то выяснить о нашей цели? Мы её со временем... Так, я думаю, ещё сначала к Ярлу сходить. Да, сначала к Ярлу сходим. Потом к Седобородым пока что не попрёмся. Хотя надо бы у них крики изучить. Это тоже полезно. Здравствуйте, чувак. Нет. Нет, я не буду наёмником, спасибо. Бред какой-то несёт. Олфрид, покровитель великого клана Сынов Битвы. Думаю, это имя тебе известно. Вот заработаю деньжат на торговле с каджитскими караванами и выкуплю кульду горцующих. За твои делишки, тебе надо бы морду разбить. Ну ты суровый, что тебе сказать? Что я вообще убил дракона и морду? У меня теперь Сыны Битвы не найдут. Хотя Сыны Битвы, они за Империю, а я не так за Империю, я лучше пойду. А где? Слушай, у тебя есть такая тема... Ну да, 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 я не буду спойлерить, я просто... В голове как бы с почкой есть событий, но... Попробуем пойти, как я вот задумываю. Блин, мне этот шлемак не очень нравится. Идёшь с Ильё? Отлично! Вот и ты, наконец! Ярл тебя уже ждёт! Так что произошло у башни? Там был дракон? Стражевая башня разрушена, мы убили дракона. Возможно, я... Называется, Дворакин Дракон. Пал от моей руки, я думаю, что... Стражевая башня разрушена, мы убили дракона. Я знал, что могу рассчитывать на Ари Лет. Но я хочу услышать подробности. Возможно, как называется, когда дракон умер, ко мне пришла от него. Значит, это правда. Седобородые действительно призывали тебя. Седобородые. Седобородые. Мастера пути голоса. Они живут в уединении на склонах глотки мира. Чего это Седобородые? Говорят, что драконы, рождённые, обладают великим даром голоса. Способностью направлять жизненную энергию в туум или крик. Если ты воистину Довакин, они смогут научить тебя использовать твой дар. Ты слышал призы. Что ещё это могло означать? Седобородые. Ты помнишь тот ужасный грохот по дороге Вайтран? Это был голос Седобородых, что призывал тебя на высоких Ронгар. Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Последний раз призыв получил сам Тайбер Септим, ещё в бытность свою Талосом Отморским. Ронгар, успокойся. Какое отношение ваши нордские бредни имеют в современности? Наш друг, конечно, молодец. Но он определённо не какой-то там дуракин. Нордские бредни? Ах ты надутый невежа. Да это же наши священные традиции. Мы блюдём их со дня основания Первой Империи. Ронгар, не будь так суров, свинчи. Простите, не хотел никого обидеть. Но что им от него нужно, этим Седобородым? Это дело Седобороды, не наше. Что бы ни произошло во время убийства дракона, тебе что-то открылось, и Седобороды это услышали. Если они считают, что ты Давакин, кто мы такие, чтобы с этим спорить? А ты немедленно отправляйся на высоких Ронгар. Когда Седобородые зовут, медлить не принято. Это огромная честь. Знаешь, я тебе завидую. Вновь подняться на семь тысяч шагов. Однажды я совершил туда паломничество. Высокий Хродгар. Очень мирное место. Очень свободное от всех треволнений этого мира. Удивительно, что Седобородый вообще замечает, что тут внизу творится. Раньше им до нас дела не было. Давакин, твою помощь не забудет мой город. И не забуду я. По праву Ярла, я нарекаю тебя Таном Вайтрана. Это величайшая честь, которую я могу тебе даровать. Я назначаю Лидию твоим личным кускарлом. А это оружие из моей оружейной. Будет символом твоего звания. Я также сообщу Страже о твоем новом титуле. Мы же не хотим, чтобы они думали, будто ты из Черни, верно? Мы рады видеть тебя среди Танов нашего города, Давакин. За работу, Провентус. Нам надо защищать город. Я служу управителем у Ярла Балгруфа. Когда тебе этот меч. От Адрианы? А, это должно быть оружие для Ярла. Бедная девочка так старается проявить себя. Я преподнесу его Балгруфу, когда он будет в настроении. Спасибо. Пожалуйста, возьмите деньги в награду за услугу. 20 золота. Да, мой госп... Да благословят тебя боги. И пусть земля содрогается под твоими шагами. Почему крепость называется Драконий Предел? Скажи мне, почему крепость называется Драконий Предел? Это древняя легенда. Но она хорошо известна тем, кто служит в крепости. Давным-давно был среди нордов могучий герой. Олаф Одноглазый его звали. Олаф бросил вызов ужасному дракону по имени Нуминекс. Борьба Олафа с драконом закончилась поединком на вершине горы Антар. И победителем вышел Олаф. Олаф с победой вернулся в Вайтран. По его решению, крепость города была превращена в темницу для Нуминекса. С тех самых пор это место зовется Драконий Предел. Ну, их тут всего три. Три разных уровня, как можно заметить. Равнинный район так зовется потому, что он ближе всего к окружающим город Равнинам. Там находится рынок и таверна. Большинство горожан живет в Ветреном районе. Он находится посередине. Драконий Предел занимает самый высокий уровень, именуемый Облачным районом. Оттуда ярлу видно все, что происходит в городе. Ладно. Дай попозже. Если чем еще смогу помочь, только скажи. Дожди, тут надо найти женщину Редгард, пока не будем. Так, присоединяйся с братьем Бори. Ветерхолл, Янсур, Январд, Банитов. Посетить коллегию Ветерхолл, я знаю побольше коллегии Бардов. Пловица, Венин, Фамилия, Меч. Бивень, Мамонта. Поговорить с проводителем соратников. Вот, кстати, тему хочу проверить. Сначала Лидия. Здравствуйте, Лидия. Ярл назначил меня твоим Хискарлом. Для меня честь служить тебе. А я тан, что это значит? Ярл признал, что ты имеешь особую ценность для этого владения. Ты герой. Титул Тана — это почетный дар за твою службу. И если скажешь страже, кем ты являешься, они могут закрыть глаза на некоторые вещи. Ну ясно. А что делает Хискарлом? Я присягаю тебе на верность как своему Тану. Я буду охранять тебя и твое имущество ценой своей жизни. Ага, следы за мной. Ну что ж, идем. А, садим. Я все еще здесь. Нет, стоп, я хотела посмотреть. Блава, не то, железнослиток. Не то, не то, не то. Что ж он мне тут дал оружие? Топор владения Вайтрана, он вручный. Да, нет, я не буду его убрать. Пойду и его продам. Лиди. Пойдем, Лиди. На этом начинаются наши большие путешествия. Большинство лавок открыты. Ну да, вот тут с 8 утра до 8 вечера. Затом закрыты, подождите утра, или вскройте замок и проберитесь. Так. Ночью я так прихожу, вскрываю замок, и давайте торговаться. Это даже тупо как-то выглядит, если так подумать. Хотя в Скайриме все глупо выглядит. Магическое оружие, это сил, скажем, успешно. Ну да, мы можем передать, ну да, камни-душ. Камни-душ, то все понятно. Гильдия воров обладает большим влиянием брифтами. Говорят, что они вернуты, кто ударен. Гильдия воров. Ага. Туда, я думаю, не будет. Я кучу времени торчу за прилавком, чтобы освоить торговые уловки. Да капец вообще какой-то. Ну, если вы согласен. Ибо мы дети человеческие. И мы унаследуемся. Слушай, успокойся. Ты здесь, чтобы услышать слово Талос. Талос всемогущий. Нет, не очень. Талос непогрешимый. Да, да. Талос неоспоримый. Полностью согласен с тобой. Талос это сам просто идеал. Ну, мы пойдем в Йорваскар. Пойдем попробуем пробиться к соратникам. Эти двое опять за свое. Следи за глазами. Не было сомнений. Да и сделайте же что-нибудь. Осторожней. Не яда. Каменная рука. Чурок деретесь. Отбрось его. Напрягись. Я тебя с таким удовольствием убью. Довольно. Не стоило сюда приходить. Лучше пойду по добру, по здорову. Я могу их уйти? Все-таки я зря, лучше я в девять. Ха-ха, я решил после этого. Пусть! Ладно, ладно. Помогите кто-нибудь. Это выходит, да? Иду-ка я вниз. Ага. Жилые помещения. Там что, спишь что-ли? Пускай там дерутся. Соратники, блин. Я думал, у них более все цивилизованное. Дерутся сразу же просто. Первое впечатление только хорошее складывается. Что просто забей какой-то. Прогрузки это самое офигенное в этой игре. Так, ну и куда дальше? Туда? Да, туда. Здравствуйте. Я все еще слышу зов крови. Как и мы все. Такова наша ноша. В нашем зале чужой. Да ну. Погоди. Дай на тебя взглянуть. Господин. Вы же не собираетесь и впрямь его принимать. Я никому не господин Вилкас. И если я не запамятовал, для тех, у кого в сердце пылает огонь, в Йорваскре всегда открыты двери. Простите меня, но возможно это не тот случай. Я никогда не слышал об этом чужаке. Иногда к нам приходят знаменитые. Иногда те, кто хочет стать знаменитыми. Это не важно. Важно, что у них в сердце. И насколько тверда их рука. Конечно. А каков ты в бою, мальчик? Может и так. Это Вилкас. Он проверит тебя. Давай, Вилкас. Вилкас, иди с ним во двор и погляди на что он годится. Дай прямо сейчас. Прямо тут. Вот тут я тебе... Иначе еще морду. Сердце до... Я не понял! Какого хрена? Сердце до Эдры? Серьезно? Так, ну что, пойдем во двор. Покатаем шарой двуручное оружие. Ну да, я так и знал, что эта книга попустит двуручное оружие. Но зачем мне двуручное оружие? Пойдем во двор, покатаем немного. Ночью как раз. Сейчас как раз ночью пойдем катать. Пойдем подеремся, выясним просто по-мужски, кто сильнее. Давай. Что-то с тобой не так. Как-то ты ходишь криво. Открывай дверь. Погнали. Поконим, скажем так. В алхимических лоботоках можно смешать ингредиенты, получить полезные зелья и смертельные яды. В алхимических лоботоках можно смешивать, 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 смешивать. Долго грузятся локации, не знаю, с чем это связано. Мне это тоже не очень нравится. Ну давай подерем. Ну. Не здесь. Снаружи, в бурбаре. Пошли. Мы и так тут. Давай. Ладно. Давайте на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и хорошего настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok